Привет, я Эндрю Креймер. У меня для вас просто обалденный урок. Я не шучу, вы просто обалдеете. У нас тут есть 3D комната, темная 3D комната. Мне больше нравится назвать ее комната мрака. В такую комнату полицейские обычно сажают тех, кто ворует учебники у плохих шпионов. В принципе, мы могли бы улизнуть, если бы не пришлось возвращаться за USB кабелем, и мы влипли. Ну, начнем, пожалуй. Мы будем использовать фактуру из Riot Gear DVD Collection. Если вы с ней не знакомы, посмотрите на видео копилот.нет. Riot Gear F-SOM Collection. Нам нужно зайти на Ground Textures Collection, затем Low, Grayscale. Выбираем Ground Gray 11. Здесь у нас прикольная текстура. Берем и перетаскиваем ее на новую композицию. Следующим шагом превращаем этот слой в трехмерный, с помощью 3D Mod. Нажимаем клавишу W. Затем появится Rotate Tool. Когда я первый раз услышал, что вместо буквы R в слове Rotation произносят W, так как мы нажимаем W, чтобы появился Rotate Tool, и я даже видел, что где-то писали Rotate через W, я подумал, что ничего в жизни глупее не слышал, и что я никогда так не скажу. Но кажется, я это сделал. В любом случае нажимаем W. Будем поворачивать. Зажимаем Shift. Теперь, если мы возьмем Select Tool, то мы сможем пододвинуть слой, чтобы получилась стена. Копируем слой, выбрав Edit, Duplicate. Передвинем его на другую сторону. Еще раз копируем с помощью Rotate Tool, поворачиваем его по оси X. Она красного цвета, до плоского состояния. Затем опускаем на пол. Нам нужно создать комнату. Пододвинем так, чтобы они пересекались. Теперь наверх, чтобы пересекались только эти черные части. То же самое для второго слоя. Ничего, если один слой немного заходит за другой. Хорошо. Берем пол. Копируем. Поднимаем наверх. Теперь создаем камеру. Выбираем 35 мм. Нажимаем ОК. Берем Track Z Camera Tool и отодвигаем нашу комнату так, чтобы она была в поле зрения. Сделаем заднюю стену. Еще раз копируем слой. Опускаем. Поворачиваем. Немного отодвинем назад по оси Z. Выбираем Top. У нас получится вид сверху. Убедимся, что мы сделали все ровно. Если хотите, то можно выделить все эти слои и поменять цвет, чтобы их было лучше видно. Возвращаемся в режим Active Camera. Чуть-чуть приблизим. Замечательно. Теперь создаем новый свет. Устанавливаем значение для Intensity на 150. А цвет сделаем синим. Выглядит неплохо. Давайте возьмем камеру и разместим ее внутри нашей комнаты. Немного вперед. Можно даже немного отдалить по ходу движения камеры, что создаст иллюзию большого пространства. У нас тут немного темновато, поэтому кликаем на Light, затем Transform, Light Option и увеличим Intensity. Цвет станет менее насыщенным. Теперь наша комната немного маловато. Попробуем ее увеличить. Мы, конечно, можем копировать эти стены до бесконечности, но есть и другой способ. Возьмем этот задний слой, назовем его Back Wall. Это можно сделать при помощи клавиши Backspace. Кстати, я тут недавно получил e-mail о том, как показывать кадры. Вместо того, чтобы передвигать курсор по шкале времени, можно зажать Ctrl и кликнуть сюда. Хороший совет, и при том совершенно бесплатно. Окей, выделим слой Back Wall и отключим его ненадолго. Теперь перейдем в Effect and Preset, наберем Motion. Вы видите здесь Motion Tile. Перетаскиваем его на все наши четыре слоя. Сейчас нам нужно изменить значение для Opacity Weight до 500. Копируем. Выбираем остальные три слоя. Прикрепляем. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь берем нашу заднюю стену, и за ось X можете зажать клавишу Shift. Отодвинем ее от себя. Тут немного темновато. Берем Track Tool. Немного отойдем назад. Видите? Скопировав комнату, у нас получился вот такой длинный коридор. Разве не здорово? Я точно не помню, но мне кажется, что я видел где-то это в каком-то рекламном ролике. Но неважно. Мы можем сделать анимацию, двигаясь вдоль по этому коридору. Получится неплохо. На данный момент у нас есть одна маленькая недоработка. Вот эта задняя стена. Она слишком яркая. Все, что нам нужно сделать, это взять заднюю стену, выбрать эффект, Color Correction, Exposure. Уменьшаем значение для Exposure. Хорошо. Немного прервемся. Я забыл вам кое-что показать. Если вы зайдете в Light, Intensity, зажмете Alt и кликните сюда мышкой, и добавите следующее выражение. Wiggle, Scope, К3, 40, скобка закрывается. То это придаст нашей комнате некую тусклость, так как свет будет немного мерцать. Итак, вернемся в комнату, и добавим текст. Берем Text Tool, кликнем здесь, и напишем Final Image. Так, кстати, называется моя компания. Мы создаем визуальные эффекты и графику, и много чего еще. Набираем Presence. Хорошо. Это, кстати, Arial Black Crucif, кажется. Включим 3D Mode для всех этих слоев, и они автоматически переместятся на нулевую позицию нашей камеры. Все наши слои на самом деле тоже находятся там. Мы просто смотрим нашу комнату через Motion Tile Edition. Если мы перейдем сюда, выделим наш текст, то мы сможем его передвинуть на уровень глаз. Это вообще важно, размещать предметы на уровень глаз. Как, например, фотографии в рамочках, которые стоят у вас дома, иначе они смотрятся нелепо. По крайней мере, так говорит моя жена, и она права. Теперь создадим эффект движущих камеры. Берем Orbit Camera Tool. И можем поэкспериментировать. Давайте анимируем Point и Position of Interest. Перемотаем и приблизимся. Хорошо. Поиграем с освещением. Это тоже очень важно. Теперь отойдем назад, подальше. Мы можем начать отсюда, снизу комнаты или как угодно. Хорошо. Продолжим. Выделяем ключевые кадры. Нажимаем на F9. У нас получилось дугообразное движение. Окей, воспроизводим. В образце я добавил эффект Wiggle для Position. Для этого зажимаем Alt и кликаем на Position. Набираем Wiggle. 1,35. Пожалуй, лучше даже 0,5.35. Так, изображение будет более живое. Немного уменьшим. Также мы можем добавить в эти слои Motion Blur. Включаем Motion Blur для всех этих слоев. И для всей композиции. Теперь немного ускорим нашу анимацию. Разместим ключевые кадры ближе друг к другу. Как еще можно улучшить то, что здесь есть? Откроем список опций для Camera. Camera Option. Установим Depth of Field на On. И ничего не произошло. Увеличим значение для Aperture, и стены станут более размытыми. Видите? Увеличим значение для Blur Level. Осталась одна маленькая проблема. Наш текст не в фокусе. Как это исправить? Нужно создать новое выражение. Мы могли бы анимировать фокус Distance и попытаться вычислить, где должна находиться фокальная точка, но на это уйдет много времени. Мы воспользуемся выражением. Выделяем Final Image. Затем нажимаем на клавишу P, появится Position. Зажимаем Alt и кликаем на Focus Distance. Добавляем выражение. Удалим все это. Теперь набираем линк, открываем скобку. Затем перетаскиваем эту штуку на Position для Final Image. Добавляем запятую и снова перетаскиваем на Position, но для камеры. И закрываем скобку. Значение, которое мы здесь создали, равно расстоянию от Final Image до камеры. То есть от нашего текста до камеры. На данный момент это 573 и 7 пикселей. А здесь 1230 и 8 пикселей. Таким образом, мы создали выражение, которое автоматически будет просчитывать расстояние от текста до камеры. Теперь воспроизведем. Конечно, со всеми наворотами и визуализацией потребуется некоторое время, но оно того стоит. Неплохо, да? Я бы добавил еще немного выгл. Это придаст больше жизни. 0.7535 Изображение будет колебаться один раз каждые 3 четверти секунды. 35 пикселей. Ну вот и все. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Я Эндрю Крэмор, и это сайт VideoCopilot.net. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzок. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...